Ваш ребенок овощ, да, вот. Ваш ребенок не будет ходить, говорить и так далее. Стоп! Я не Господь Бог, и я не отнимаю надежды. Ира смотрит на меня так и говорит, Боже, Анна Георгиевна, вы такая счастливая. В этот момент я хотела ее задушить. Ну, понимаете, вот просто задушить. Ты говоришь, ой, какой папа молодец. Как он правильно горюет. Вот он как правильно горюет. Вот он как правильно горюет. Он выпрыгнул с девятого этажа. Мы построили хоспис без генерального спонсора. У нас строился хоспис как церковь, ну, по кирпичикам. Хоспис изначально, это была, как бы, помощь умирающим. Поэтому, вот именно поэтому все его боятся. Изначально слово хоспис использовался для взрослых. В разных, но исключительно именно для помощи в конце жизни тогда. Когда он пришел в детство, это было в Великобритании, он пришел уже на другом уровне. Он пришел как дом, в котором могут быть дети с хроническими заболеваниями. Первый детский хоспис, Хеленхаус, в котором должна была жать девочка с опухолью мозга. Но она не дожила, и она умерла. А дом остался пустой. И тогда в этот дом стала первая такая, так называемая, социальная пауза. Это вот там, когда родители отдавали детей, тяжело больных, чтобы они пожили там 2-3 дня, чтобы они от детей отдохнули, а чтобы дети отдохнули от них. Так называемая социальная передышка. Это первое было, то, чего никогда не было у взрослых. Именно с самого начала детский хоспис отличается от взрослого. Это не для умирания, это для помощи тяжело, я бы сказала, безнадежно больным детям. Не тяжело, это неправильное слово. Тяжело больной ребенок, он болеет пневмонией, предположим, он вылечивается. Ему не нужна палеоактивная помощь. А я имею в виду безнадежные больные. Дети, которые изначально с диагнозом, которые нельзя вылечить, но которым можно помочь жить. Конечно же, конечно, там элемент смерти есть. Ну, а как же? Дети с тяжелыми и незначимыми заболеваниями, они умирают. Какая-то инфекция, какой-то стресс. И все, то, что для здорового человека может быть просто стрессом, для больного, это может быть конец, скажем так. Мы детский хоспис домашнего типа. Это полностью, это моя философия. Если ребенок болеет со своей болезнью от рождения и, возможно, до 18 лет, он что, должен быть в больнице? Вот у всех людей складывается детский хоспис. А сколько у вас в хосписе детей? У нас в хосписе только сотрудники. Слава богу, господи. Только сотрудники. Дети к нам приезжают и уезжают. У детей есть, слава богу, свой дом, своя любящая мама. И мы подходим к семье как к системе. И мы помогаем. У меня вопрос. Когда ребенка, это тяжелое ДЦП. Вот какую помощь может получить ребенок? Может быть, скорее, его мама получает помощь. В первую очередь мы должны помочь маме. Мы должны маме показать, что она не одна. Что она может куда-то приехать. И она, еще раз, я против того отнятия надежды. Как у нас говорят, что ваш ребенок овощ, да. Ваш ребенок не будет ходить, говорить и так далее. Стоп. Я не господь бог. И я не отнимаю надежды. Надежда, это не то, что нет, конечно, ваш ребенок будет ходить. Это глупость. Надежда, это, вы знаете, завтра может что-то измениться. Да, он не пойдет, но может он сядет. А может быть, он начнет что-то с вами общаться. Это тоже изменение, это положительное изменение. И вот таким образом мы, у нас вот, мы комплексный подход к семье. Мы, как бы сказать, когда семья к нам обращается, мы находим для семьи план какой-то. Какой-то семье нужна больше психологическая помощь. Какой-то семье нужна абилитация. У нас достаточно хорошая абилитация. Мы можем, и самое, конечно, оборудование. Можем купить фактически любое оборудование для ребенка. Но я хочу сказать одну вещь. Сейчас у меня жесткий подход. Только при медицинской. То есть если врач рекомендует, более того, он говорит, что ребенку необходим, предположим, кислородный аппарат. Ребенку нужно там откашливать. Ребенку нужно то. Только при этой бумажной причем мы начинаем ребенку выдавать. Почему я это объясняю? Потому что очень многие родители хотят сделать это, типа, на всякий случай. Вот я прочитала. Вот пускай мне стоит кислородный аппарат. А он очень дорого стоит. Да кому-то он сейчас нужен. Пускай мне стоит откашливатель. А он не всем нужен. Он не всем показан. Это прекрасный аппарат. Но он не всем нужен мне на данный момент. Поэтому мы тут очень плотно с врачами работаем. Вот что можно получить? Психологическую помощь. Помощь медицинским оборудованием. Помощь медицинскими расходниками. Помощь консультацией. Мы берем врачей из госструктуры, и они, как бы сказать, по договору подряда могут оказать быстрее консультативную помощь. У нас такой консультации есть. Ну вот это все помо. А, у нас есть центр отдыха. Мы можем летом взять семью, взять ребенка без семьи отдохнуть. У нас есть небольшое гостиница, где дети из регионов могут приехать, побыть. А с ними позанимаются и психологи, и ортопеды, и мы можем вызвать, ну, если им надо, какую-то консультацию врачей. И причем они не хотят быть в стационаре, потому что гостиница – это не стационар. Они могут выходить, приходить, не могут люди приходить. Но у нас такая комплексная помощь. Я скажу, вы можете вырезать. Я считаю, что мы сделали сейчас общество потребителей. И очень многие неблагодарные потребители. Я ни в коем случае, то есть горе есть горе. Понимаете, когда у тебя никто, я таких не знаю, которые бы ждали больного ребенка. Когда очень много ВПР в рожденной пороге развития. Мама никогда не ждет, что у нее, она ждет 9 месяцев. И чаще всего это шок для нее. И даже когда, бывают случаи, когда во время беременности они ставят диагноз какой-то патологии, у мамы все равно мысли, а вдруг ошиблись. И ошибаются же. Но лично у меня врачи ошиблись. У меня оставили у ребенка опухоль на голове. А никакой опухоль на нее не было. Понимаете, вот примеры я вам говорю. Поэтому вот эта надежда, но ты что ошиблись, она есть всегда. И всегда шок о том, что это неправда. Но когда шок проходит, ты начинаешь искать, кто виноват. И очень часто ты находишь виноватый, стоящий рядом. То есть я очень часто вижу и слышу, что у меня ребенок такой, потому что какие-то ошибки в родах. По моему опыту ошибка в рода бывает, но не так часто, как о ней говорят. Не так часто, как о ней говорят. И вопрос, никто виноват, а вопрос, как с этим жить. Вот как с этим жить дальше? Вот как мне, маме, вот с этим жить? Как жить не только маме, папе, это же семья. Как жить другому ребенку? Как нам жить? И вот для этого существует палеотив. Прийти на помощь и сказать, да, мы рядом. Ну, это страшно. Но мы рядом. И пережить вот этот момент агрессии. Но агрессия всегда бывает. Это очень тяжело, когда агрессия бывает вот... И на нас бывает агрессия. И мы должны тоже пережить эту агрессию. Потому что когда человек в стрессе, ему кажется, что все вокруг виноваты. Он начинает на всех валить в очки. Такое бывает. Поэтому у нас есть такое понятие как супервизия в нашей организации. То есть мы приглашаем специально обученного психолога, который работает с нашими сотрудниками и учит нас, как снимать вот это все напряжение. Вот лично у меня было, помню, случай, когда девочка умирала, и иногда был кислородный аппарат. А у мамы абсолютно было четкое, что кислород убивает, ну, убивает. Люди особенно деревенские. Особенно раньше. Сейчас как-то получше уже стало. А раньше... Лично я помню, когда я приезжала в деревню, и с соседями не общались, потому что считаешь, что рак это заразно. Это еще было три года назад. Не так давно это было. Вот. И я помню, вот на моей памяти умерла девочка. Мы ей дали девочке 18 лет было, 17. Кислородный аппарат, потому что она не дышала. У нее опухоль была, ну, метастазы легкие были. Ей нужен был кислород. Мама кричала, что не надо, она от этого умрет. В итоге она умерла не от этого, она умерла от саркома Юинга. Но мама, когда мне позвонила, сказала, это вы убили ребенка, потому что ей кислород был нельзя, да. То есть вы убийца. Я помню этот момент. Это не единственный момент. С этим надо жить. Ну, это шок у родителей. Потому что очень важно найти, кто виноват. В этой истории, кто виноват. И поэтому существует такое понятие, как психологическая помощь сотрудника. Это не очень легко работать в таких историях. И очень важно не осуждать родителей. Для меня это очень важно. И это самое тяжелое. Потому что родители, когда они в страхе, они делают на такие вещи, которые нам со стороны кажутся глупыми, нелепыми. Я всегда говорю, не дай бог. Нам всем вот на это место. Вот не дай нам бог. Поэтому никогда, ни в каких обстоятельствах не надо осуждать родителей. Иногда хочется. Но надо себя останавливать и сказать, что, наверное, а как мы мы себя делим? А мы знаем об этом? Я не уверена. Ну, не уверена, мы разные люди. И когда ты теряешь любимого человека, любимого ребенка, ну, а где-то есть вот образец хорошего поведения, да? Ну, где оно? У меня был случай. Это было давно. Образец хорошего папы там. Такой хороший был, такой правильный, да? Ну, такой вот. Всем спасибо говорил. Там девочка очень тяжело умирала. Очень тяжело. Саркома Юинга, да? А на год он всех пригласил и выпрыгнулся в девятом этаже. На глазах у всех родственников, да? То есть он долго готовил суицид. Там скорая помощь не отъезжала. А у него было абсолютно такое. Ты говоришь, ой, как у папы молодец. Как он правильно горюет. Вот он как правильно горюет. Вот он как правильно горюет. Выпрыгнулся в девятом этаже. А там сидели 40 или 50 человек. В основном пожилые люди. Можете представить, каково их было состояние. В паллиативе цель паллиатива – качество жизни. А оно меняется. Вот сегодня ребенку хорошо. Его качество жизни пойти, чтобы друзья пришли, с ним поболтали. Отвалите от меня медсестры. Не ходите ко мне, да? А завтра ему плохо. Ему не до друзей. Уже нужны медсестры, врачи или кто-то еще. То есть надо очень быстро реагировать. Ну, очень быстро. Так же и с болью, между прочим. Вот боль, она, ну, каждый терпит ее по-своему. Я никогда не забуду, опять же, моя история, когда мы еще взрослые хозы открывали, там уже женщина умирала, онкологическая. И она отказывалась от обезболивания морфии. Она говорила, мне не больно, мне не больно. Мы все видели, что больно. Но когда она умерла, у нее был откусный язык, кончик языка. То есть она терпела эту боль. По причинам чему? Потому что все говорили, что морфия – это смерть. Морфия – это яд. Морфия – это все. То есть вот этот подход палеотивный – это терпение и умение слушать. Не говорить. Ну, говорить, мы облатыкались уже, мы все умеем разговаривать, да. А вот уметь слушать – это основа палеотива. Слушать ребенка, который не умеет разговаривать. Он – что он говорит? Что ему больно? Что он хочет? Что он говорит? Вот задача сотрудников хосписа – научить маму понимать своего ребенка. Просто понимать. Ну, для этого нужно самому научиться. Понимать этого ребенка. Ну, вот это вот, это все. Ну, мы начали, скажем так, зарегистрироваться в 94-м году. И, поверьте, это не была моей никакой идеей. Вот не могу сказать. Просто я в тот момент работала в детском онкологическом центре психологом. У меня мыслей не было ни о ком хосписе. Не было задачи, как вылечить детей. Но я попала, меня Ольга Витальевна Леникова, это главврач, при котором я работала, отправила меня в Америку. Забыв сказать, конечно, зачем. Ну, я ехала как психолог. А выяснила, что я ехала как представитель Белоруссии, который будет создавать хоспис. Пережив первичный шок, ну, то есть, когда меня представили, это доктора Горчакова, который будет делать в Белоруссии хоспис. А я слова этого даже не знала, понимаете? Я когда вот умный вид сделала, улыбнулась, а потом пришла, стала смотреть, что такое хоспис-то вообще-то, да? В легком шоке. Но там, в Штатах, мне показали, что хоспис – это не здание. Я вот оттуда привезла вот эту философию. Что это философия помощи безнадежно больным людям. И неважно, где она будет. В доме, в доме престарелых, в больнице, в отдельном строении. Главное – это философия помощи. Вот именно вот это. И мне повезло еще в одном, что меня учили основатели палиативной помощи. К тому времени уже слово «хоспис» ушло. То есть на смену хоспису потихонечку приходит слово «палиатив». Да, вот там на Западе у нас чуточку попозже пришло оно. И вот приехала в 94-м году, как обычно, я три месяца, три с половиной месяца была в Штатах. Мне пришлось писать отчет надо, естественно, командировка. Ну, я написала отчет, и мне говорят, ну, что ты будешь делать? Что я буду делать? Ну, я говорю, ну, если уж делать, мы будем делать модель домашнего хосписа, потому что 94-й год, перестройка, денег нет. И, в принципе, а здание – это дорого. Это тогда уже в Америке я поняла, что любой стационар – это очень дорого. И мы сделали модель выездного хосписа. И, конечно, первые полгода был только онкологический. Ну, я же делала под свой онкогематологический центр. Но очень быстро мы поняли, что их мало, то есть детей мало онкологических. Это, ну, просто, ну, единички. И если мы будем работать только на онкологии, то мы больше полодина года работать не будем. И мы быстренько очень перестроились, убрали слово «онкология» для всех безнадежно больных детей. Ну, и вот так мы начали работать. Мы выезжали по всей республике Беларусь, не было книг на русском языке. Мы переводили, моя мама переводила, мама была переводчица. В общем, в итоге у нас сформировалась команда. И я могу сразу сказать, я очень благодарна вот медикам того времени, и Министерству здравоохранения, и Горздраву. Они нас всячески поддерживали, просто всячески поддерживали, потому что всё рухнуло, никто ничего не знал, как что делать, а мы что-то делали. И могу сказать, что вот все приказы первые, все вот эти, они были выстроены в очень тесном контакте с госорганами. Это правда, это я не пою дифирамбо госорганам. А правда, это было очень легко работать тогда. То есть ты приходишь, ты, а давайте так, а давайте, приказ, всё уже есть, понимаете. Всё больше и больше государство увлекалось в это. В Гомеле был первый палиативный кабинет, такой совместно государственный, на базе поликлиники. Потом в Минске был, на базе дома ребёнка, открылся палиативный кабинет. И так потихонечку государство подключалось. Получилось так, что в каком-то момент, это был 11-й год, у нас есть палический совет в хосписе, как и всем. Ну и вот нам стало мало места в хосписе. У нас есть здание в Боровлянах, у нас стало мало места. У нас была лицензия, лицензия на медико-социальную помощь. Медицинская лицензия. У нас там лежали дети. По-разному. То есть социальная передышка и онкология. И всего пять коек. Нам было очень мало. Второй этаж без лифта, и лифт делать нельзя. Нам было мало места, и мы решили попросить рядом кусочек земли в Боровлянах. Было не против, но в итоге выяснилось, что это земля в судах. И пока вот все эти шли, мне сказали, пиши письмо президенту. Естественно, честно признаться, я его написала от балды. Я сто процентов была уверена, что ничего не будет. Вот даже поверьте мне. Мне говорят обучители, а не пиши, а не пиши. Ну, вы просите? Why not? Мне не трудно. Я написала письмо. Каково было мое удивление, когда я получила согласие, что президент сказал выделить куспису кусок земли в Боровлянах. Честно говоря, для меня это был шок, потому что я не собиралась строить. То есть я правда не собиралась строить. То есть пристроить, да. Но это прекрасные вещи. И когда я поняла, что мне сейчас надо делать проект, вот еще чего-то, а это кусок, вообще-то так было интересно. И вот тут началась вот эта история, когда мы проектировали. То есть, ну, это кусок жизни, это отдельная передача можно делать. И я могу сказать, что мне это понравилось, кстати. Мне понравилось строить. Я вообще люблю создавать. И вот это, и что-то я вообще хочу сказать, что вот мне очень жалко, что вот как-то это забывается, что в Белоруссии, в единственной стране на постсоветском пространстве, в единственной, мы построили хоспис без генерального спонсора. В России строится как? Вот есть миллионер, который говорит, я строю. Вот как дома с маяком строился, да? Я буду строить. Я. Все. Вы закрыли рот, а я строю. И потом вам отдаю. У нас такого спонсора не было. У нас строился хоспис как церковь. Ну, по кирпичикам. То есть я помню, что мне 20 рублей посылал заключенный из тюрьмы. Мне бабушка из Витебска, которой 83 года, она сделала подписку на пенсию и на 30 рублей из пенсии каждый месяц посылала нам на... То есть у нас правда было, вот этот хоспис построен по кирпичикам. У нас было, я могу сказать, так как я не могла, я уже теперь умная, я не могу начать строительство без или денег, либо обещанных платежей. И были определенные фирмы, которые подключились. Их было 5 фирм и 1 человек, которые дали обещанный платеж по 100 тысяч долларов. Одна фирма дала 200 тысяч долларов. Итого 600 тысяч долларов у меня было обещанные платежи. Это не дали богатые люди, богатые организации. Все остальное, вот с этим письмом обещанным, я пришла сказать, что вот мы строили. Вот мы строили, и была проблема, что а как строить? У нас нет опыта строить. У нас в стране хосписов не было. И слава богу, пришли мои коллеги из Британии, и я свозила архитектора в Англию. И мне получается, вот то, что меня привели в шок к вопросам. Вот я захожу к английскому архитектуру и говорит, прекрасно, скажите мне философию вашего здания. Я говорю, что? Начинаю рассказывать о философии хосписа. Говорю, стоять. Меня не интересует философия хосписа. Философия здания. Честно признаться, у меня заклинило. Я до этого не представляла, что у здания может быть философия. А он мне говорит, а что вы хотите заказать этим зданием? Оно должно пугать. Оно должно угнетать. Оно должно возвеличивать. Для чего вы строите это здание? Каждое здание должно иметь свою философию. Я стала думать. И первый вопрос. Я хочу, чтобы это здание никого не пугало. Потому что слово хоспис пугает. Я хочу, чтобы это здание давало какую-то надежду людям. До конца надежду. Потому что нельзя у людей отнимать надежду. Даже у умирающих. Это мое четкое убеждение. Я хочу, чтобы это здание было в первую очередь удобно для пациентов. Чтобы оно не было для медиков, для медсестер. И вот так далее. И вот так мы построили это здание. Так получилось вот у нас это. И как сказал один строитель, было все непросто в этой стройке. Наш главный строитель обанкротился. Мы на себя взяли. Мы сами строили, скажем так. И тем не менее, как мне сказали, вы построили не благодаря. Построили вопреки. Вот вопреки всему мы построили это здание. И дальше стал вопрос. То есть это здание не государственное. Наша собственность общественная. Мы его оборудовали. Три миллиона долларов стоило все вместе. Весь мир нам помогал, правда. Вся страна помогала нам оборудовать. И дальше вопрос. Государственное или негосударственное? Мне очень многие говорят о том, что меня отняли хоспис, да, отняли. Неправда, я могу сразу сказать, неправда. У меня все были мозги, ну, дурой меня трудно назвать. Поэтому, когда я построила, передо мной был вопрос. Я смогу вот это здание обслуживать и так далее, и так далее? Ответ, смогу. Люди помогают, ну, у меня хороший рейтинг, да? Второе, ну, если это будет здание чисто общественным, сможет ли это быть как центром системы? Нет, нет, потому что у нас структура страны другая. То есть мы можем критиковать, я вообще реалист. Мы живем в этой стране, у нас вот эти законы, мы должны в них, в этих законах и каким-то образом выживать. Вот у меня очень просто. Поэтому, если это будет общественный, то это не будет как бы центром. Это первое, вот я так думала. Второе, врач моя вышла замуж, уехала за границу. И мне некому было, понимаете? Я, конечно, могу быть директором. Я себе такое место сделала, директор. Но, а кто будет врачом? То есть база-то это люди. А людей как раз вот к этому моменту, к 16-му году, не было. Поэтому, когда мы построили, меня вызвали мездрав. Говорит, она говорит, ну, что вы решили? Еще раз, меня никто не давил. Я говорю, ну, вы, наверное, хотите, что это была густарственная структура? Он говорит, ну, да, я соглашусь. Пускай будет густарственная. И мы начали делать густарственную структуру. И на данный момент вот то, что мы построили, вот этот хоспис, он стоит двух собственников. То есть на первом этаже густарственный центр палиативной помощи детский. Я не полностью говорю его название. А на втором этаже находится наш офис. И мы работаем очень плотно вот с густарственной структурой, как вот республиканской, так и городской. То есть на данный момент у нас в стране в основном, естественно, палиативная помощь – это государственная. Это я сразу могу сказать. Общественных организаций там мало. И мы теперь работаем так. Раньше у нас был свой стационар, теперь мы вот эту роль стационара отдали государству. Ну, это правильно. А мы работаем на дому. У нас медсестры, у нас нянечки. И они очень нужны семьям. Потому что семьям, ну, надо выйти в магазин или ещё куда-то, чтобы поселить с ребёнком. Вот у нас и сиделки, и няни. Мы начинаем такое. У нас очень большой аспект на психологов. У нас три психолога. Причём мы разделили по градации, потому что сейчас психологов вообще очень много, да? Вот, но... Вообще я делю так. Вот у меня психолог от 6 месяцев до... Она отвечает за детей от 6 месяцев до 12 лет. Всё, вот это она работает только с детьми, со взрослыми. С детьми она не работает. Вот задача – это найти контакт с любым ребёнком, показать родителям этот контакт, и научить родителей контактировать, и попытаться развивать ребёнка в его заболевании. Социализировать, так скажем. Второй у меня психолог, она занимается с родителями и с молодыми взрослыми. Потому что наша организация уже три года изменила немножечко акцент, и мы взяли молодые взрослые до 40 лет, ну, 39. Потому что вот эта вот категория людей, она осталась немножечко беззащитной. У нас детство очень неплохо в стране. Вот. У стариков есть. А вот эти молодые взрослые, вот эти, которые 20, 21, 18, они остались немножечко… Нету системы помощи им. Они особые. Это нужно отдельно как-то с ними работать. И вот мы начали с ним работать. Очень тяжело, кстати, могу сразу сказать. Для меня самое тяжёлое. Вот у меня психолог, который отвечает за них. И мы ездим по стране, помогая вот людям, попавшим в виду, которые или с детства… Ну, вот с детства мы не берём, мы больше берём. Вот продолжим. Вот у нас в Могилёве женщина пала в аварию. Она… Сколько ей? 30 чем-то лет. Преподаватель. А когда она попала в аварию, у неё ЧМТ, а у неё никого нет. И вот её до сих пор, за ней ухаживает мать её бывшего сожителя. То есть вообще никто. Потому что у неё никого нету. Сын фактически её бросил, потому что живёт в другой стране. И вот эта женщина, ну, она вот на попечении женщине, которой 80 лет. Вот мы прям помогаем, там, и так далее. И такие есть. И мы таких выискиваем, мы начинаем им помогать. Ищем как… Мы пытаемся… Я системный человек. Я против вот этой помощи, которая там… Ой, давайте поможем девочке Тане. Ой, мальчику Пете. А давайте мы сделаем систему, чтобы девочка Таня, её родители, и мальчик Петя, его родители, знали, куда позвонить, кому обратиться. Для меня… Ой, я очень системный человек. Я против акций. Ну, они есть вне меня. Я за системный подход. И была такая всегда. Вот. Бывают такие случаи. Это не стигматизация. Это отношения. Это зачем такой больной ребёнок, типа вам? Ну, зачем вам такой больной ребёнок? Многие, некоторые договорят. Некоторые это не говорят, но это на лице написано. Но это уже, ещё раз говорю, это исключение. Это уже общество как-то, ну, изменилось. А вот… Но… Оно пришло в другую стадию. В стадию жалости. Но это ведь тоже оскорбление, да? Ведь жалость – это другая фаза оскорбления. Я никогда не забуду рассказ ребёнка. У девочки какая-то форма миепатии. Я уже забыла, какая форма. Она… Их же много там заболеваний. И она очень… Вот она… Её посадят в коляске на улицу. У неё очень хорошие мозги. По-моему, лучше, чем у меня. Она всё помнила. Я спрашивала у неё некоторые вещи. Она… Я забывала, она помнила. Вот она вот сидит, да, приходит к бабушке. Ей вот руку кладут денежки. А у неё руки не работают. Она не может взять эти денежки и обратно. У неё ноги не работают, руки слабо работают. Плюс она вежливая девочка, она не может крикнуть «бабка, пошла бы ты». Она сидит и плачет. Ей… Ей противно от этого. Ей унизительно от этого. Ей не нужны эти деньги, у неё семья обеспеченная. А вот эта жалость её убивает. Но всем кажется, что «ой, мы пожалели девочку там». Вот это у нас до сих пор это есть, вот эта жалость. Для меня жалость – это оскорбление. То есть, ну, есть эмпатия. Эмпатия – это сопереживание, да? То есть я вижу, что тебе плохо. Я могу помочь? Нет. Ну, я знаю, кто поможет. Я знаю того человека, я поднимаю трубку и звоню. Если могу, я помогаю. Ну, опять же, это дом, где умирают дети. Первый стерей. Это до сих пор, 21 век. Самое смешное, ну, и на другой стороне-то меня радует. Типа, у нас, вот знаете, мы такие тупые. Да нифига. Мне англичане, мои знакомые говорят. Анечка, а сколько у вас там деток лежат? Ребята, вы мне 20 лет помогаете. Вы у меня были вот до всех этих времён в гостях. Вы что, не видели, что у нас домашний хоспис? У меня на вуставе написано, что мы домашний хоспис. И вы меня по-прежнему спрашиваете. Кстати, в Великобритании хоспис тоже на 8 коек, чтобы вы знали. Там нет детского хосписа, у них максимум 8 коек. Вот вы меня чего спрашиваете об этом? Вот стереотип, он, когда человек не сталкивается с хосписом, с бедой. Ну, мы же не знаем, как у нас взрослые хосписы устроены, пока мы не столкнулись с этой проблемой. Мы не знаем, как детские устроены, пока мы не... Вот это первый стереотип. То есть это хоспис, это здание, где лежат дети. Второй стереотип, что у нас все умирают. Мы все вот только хороним. Мне иногда хочется, знаете, косу взять, так-то, да, одеть чёрный капюшон и так-то, вот такое, сделать такое, там. Горчакова вышла, да, устала косить, да, идёт она отдохнуть, вот такую сделать. Ну, так это. Вот иногда так это. О, правда, и как ты работаешь? Как я работаю? Ну, это и ко мне спрашивают, и к сотрудникам спрашивают. А как работает человек, который, ну, извините, откачивает канализацию? Я тоже говорю, а как ты там работаешь, там так грязно, да? У каждого твоя работа. Каждый делает то, что он умеет. Мы умеем делать эту работу. Да, бывает тяжело. Но мы умеем делать эту работу. Но у нас стереотип, что мы тут вообще-таки страдалицы такие. Нет, мы обычные люди, которые просто умеем это делать. И третий стереотип. Всем кажется, что, скажем так, что... Стереотип, вот как бы объяснить его. Всем кажется, что мама лучше знает. Скажите, пожалуйста, ну, все вот у вас есть мамы, там, у меня есть мама. Я мама. Я не знаю, что лучше моему ребёнку. Я точно это могу сказать. Ну, то есть то, что лучше мне, это лучше мне. Моей дочке лучше совсем другой, наверное, да? То есть... И мы должны очень чётко понимать, что, ну, вот, мама – это мама, ребёнок – это ребёнок. И иногда мама... Вот люди помогают не ребёнку, а помогают маме. Мама говорит, ребёнку, вот, и никогда не забуду. Вот недавно был случай. А, мой сын там... Кстати, это не по сыну. Это была соседка, подруга. И там вот так надо, ему так надо на Новый год сделать фейерверки. Это мечта. Ребёнка – опухоль мозга, состояние судорог, эпилепсии. Какая ребёнку фейерверк? Он войдёт в судорогу на вот этом фейерверке под окном и не выйдет из этой судороги. И у нас будет 31 декабря. Пам-пам-пам-пам, потому что он умрёт. Ну, и все, все подсуетились, сделали с этим фейерверком. Ну, слава богу, мы тут встали, сказали, ну, мама там была нормальная, и сказала, нет, нет, нам не надо этот фейерверк, да. И все говорили, мы делаем это для ребёнка. Вот это вот, кто-то сказал, и мы это делаем для ребёнка. А вы спросили? Опять стип, мы забываем спросить ребёнка. А даже если спрашиваем ребёнка, мы спрашиваем, не правда ли тебе здесь хорошо? Ну, ответ подразумевается, ну, да, или. Трудно ответить, нет, нет, вообще трудно отвечать, да. Мы уже уверены заранее в ответе, мы говорим за кого-то. Это везде у нас так есть, да. Но когда мы говорим, что если палитив – это качество жизни ребёнка, ну, спросите его у ребёнка. Спросите так, чтобы он вам ответил, а не так, чтобы он неудобно, там, жалко маму, жалко, люди же добрые. Как, значит, тоже, опять же, случай, собрались люди, купили очень дорогостоящую приставку ребёнку. Вот, потому что это мечта ребёнка. Ну, принесли мы эту приставку. Ребёнок говорит, положите, отдайте. А что вы, я не люблю это делать. Откуда это взялось? Откуда это взялось? От мамы. Мама вот у всей мамы дарит детям приставку, да, ну, не приставка вот эта, которая отдельная, этот, ай, не разбираюсь я в этом со всём. Вот. И она вот, ну, как все. А ребёнок, во-первых, он плохо видит, во-вторых, у неё плохо слушаются руки, он не может, да, а в-третьих, он не фанат этого. У него есть телевизор во всю стену, и ему вполне комфортно смотреть этот огромный телевизор, потому что у него немножечко плохо со зрением. И ему не нужна эта приставка. Во своей приставке он только будет увидеть свою ущербность, что он не сможет держать её, да. Вот. То есть всегда надо вот... Вот даже вот у нас есть такая программа, сделать мечту ребёнка. Могу сказать, мы выполняем у нас вот за этот год 20... Нет, 28 мечт мы сделали. Но за этих 28 мечт, вот настоящая мечта, это было 3. Вот, которые мы можем чётко сказать. Вот покататься на лошади. Вот и ребёнок хотел, он очень хотел податься на лошади. Второй ребёнок хотел полетать на самолёте. Вот мы договорились, вот это его была мечта. Мама там боялась, он такой счастливый был, просто, понимаете, да. Ну и третья мечта, я уже не помню, тоже мечта. Все остальные, это, ну вот, купить качели. Ну, купить там ещё чего-то. Мы это признаём, мы это покупаем. Ну вот это, вот эти 3, она дорогого стоит. Ну, мы же чётко знаем, мы видим радость в глазах детей. Не при покупке, а при том, что я ещё могу, я еду на лошади. Если вы видели, как ребёнок радовался, когда посадили его на лошадь, да, на эту. Ну вот это наши стереотипы, что взрослые лучше знают. Нет, не лучше. Это было бы глупо сказать, что я ко всем детям отношусь одинаково ровно. Неправда. Если мне говорят, что там некоторые, я всех люблю, неправда. Но этого не может быть. У меня двое детей было. Вот, и я пора, я их любила, обоих, но по-разному. По-разному я их любила. По-разному. Точно так же с пациентом. То есть один пациент тебе остаётся на всю жизнь, да. Вот я помню, пациент, это в Гродненской области было такой. Меня помню не сам пациент, а именно мама. То есть вот тот случай, когда я, вот, говорят, сделать всё для ребёнка. Сделать что всё? Что всё? Ребёнок умирает. Что ты всё сделала? Бегала, пока он нуждался в тебе. Вот самое страшное, это сидеть рядом. Это самое страшное, поверьте. Это надо быть очень сильным. И это мало кто выдерживает. И вот я хочу рассказать про эту маму, не буду называть. Там мальчик, ему было 16 лет. Вот, и мальчик такой... Самостоятельный. То есть он из маленького городка Гродненской области такой. Ну, там в этих городках дети обычно самостоятельные, более самостоятельные, чем в больших городах. То есть раз, и он заболел. И вот стал совершенно беспомощный. И я помню, когда мы приезжали, ещё я тогда выезжала, он просил пить, ну, как обычно. Мама кидаются, даёт воды. Это так и было с этой мамой. А он начинал, плохо говорил, начинал выбивать стакан, агрессировать. И мама не дала понять, в чём дело. И наш психолог сказал, он хочет сам взять стакан воды. Мама говорит, так он не сможет. Я говорю, сделайте так, чтобы он не видел. И вот я помню, мама поняла, вот он пить хочет, мама ставит стакан, он тянет руку, а мама с той стороны тихонечко, карандашиком двигает к нему этот стакан, чтобы это он пришёл к его руке, чтобы он взял этот стакан. То есть я вот поняла вот это, вот это... Мама его так любила, что она вот... И он... Я помню эту историю, когда он... Не подходи ко мне. Ему не хотелось. Ему было хорошо одному. Ему, наверное, было страшно, ещё чего-то. И он не хотел, чтобы мама сидела около него. Маме хотелось сидеть, обнимать его. И он руку отталкивал. И вот наш психолог поговорила, почему это может быть. И мама поняла. И она сказала, я так его люблю, что я сделаю всё, как лучше ему. И в принципе, вот так оно и было. И когда он умирал, он позвал маму. Я помню эту историю. Он сказал, мама, ты самая лучшая. Спасибо тебе за всё. Вот перед смертью он сказал это слово. То есть то, чего многие ждут. У меня самой мама умирала. Я помню, как я ждала этих слов, между прочим. Как ни странно. Я знаю, что этого не может быть. Но тем не менее, я когда сидела около мамы, я так ждала, чтобы она не сказала, Анечка, что-то такое. Нет, не сказала. А этого ждут все, между прочим. Ну, или перед смертью, или во время. Вот он сказал. Потому что мама была ненавязчива. И я эту историю помню. Вторую я историю очень хорошо помню. Когда, оборот наоборот, то есть мама не отпускала ребёнка. Она сидела около неё. Она как-то сказала психологу, я так устала. Я хочу уйти. Мама, нет, нет, нет. Я тебя не отпущу. Я тебя не отпущу. Я тебя не отпущу. Я не могу без тебя жить. Она говорит, молчит. Потом у нас попросила. Мама, а это было тоже где-то в маленьком деревне это было. Она говорит, мама, я так хочу гурцов. Сходи за гурцами. Она пошла за гурцами, девочка умерла. То есть она специально её отправила за гурцами, чтобы спокойно уйти. То есть вот эти истории, они запоминаются. И ещё девочка Юля, даже я помню, как её зовут, эту девочку, саркома Йоинга, тоже очень интересно её запомнила. То есть у неё были очень сильные боли. И она жила дома. У этой девочки был брат. Девочка такая, знаете, как в семье бывает. Девочка беспроблемная, а мальчик проблемный. И мама всё внимание уделяла кому? Мальчику. А Юля, ну она же всё, она же учится хорошо, она беспроблемная, она с мальчиками не гуляет, она учится в школе. И Юле не хватало любви мамы. Абсолютно не хватало любви мамы. И когда она умирала, вот на Подминском она, мы приехали, и очень сложно было обезболить. И когда мы её обезболивали полностью, она впадала в такое, ну как спала. Она не хотела спать, она хотела... Она от мамы ждала вот этого... Вот этого сигнала о том, что она её любит. Мама любила её, но она не умела подавать сигналов. Ну вот я не знаю, как вы... У меня дети иногда спрашивают, мама, ты меня любишь? Они многие спрашивают, мама, ты меня любишь? Хотя, может быть, а что ты... А я что, дала тебе повод, что я тебя не люблю? Детям нужны вот эти сигналы. Вот это мама не давала сигналов. Там... Ну я ещё раз говорю, во-первых, она не сознавала, что Юлика умирает, а во-вторых, очень много внимания от меня. Муж, который пил, и сын, который был тоже неблагополучным. И я помню... Семья верующая, кстати, была такая очень, они протестанты были. И она, когда психолог стал говорить с Юлей, она говорит, вы знаете, я всё знаю о рае, я знаю всё об аде. Я знаю, что после смерти я уйду... Никуда-нибудь обойду в другую жизнь. Только я не хочу туда без мамы. Я хочу здесь оставаться с мамой. Пускай мне будет больно. Не обезболивайте меня. Если это так, я буду спать. Я хочу быть со своей мамой. Мы подобрали такое обезболивание, ну, чтобы она была до конца. Боль она чувствовала, ну, по крайней мере, она не спала. И я помню историю потому, что... Ну, мама так и не сказала тех слов, которые она ждала. Так и не сказала. Когда, ну, умерла Юля, через... А через месяц было 8 марта. Мне 8 марта звонит в истерике. Мама просто в истерике звонит. Говорит, Анна Георгиевна, я схожу с ума приезжать. Я схожу с ума. Она говорит, фотография Юльки падает. А сегодня, говорит, я выхожу 8 марта. Из Интресоли открываю Интресоли, и на меня падает ступка газет, а наверху открытка прошлогодней Юлькина. Мамочка с 8 марта. И она говорит, я только сейчас поняла, что меня никто, кроме Юли, не поздравил с 1 марта. То есть она была одним человеком в моей жизни. Я ее любила, только я сейчас поняла, как я ее любила, как мне ее сказать. Я помню, мы с ней писали письмо Юльке. Она писала, что она Юльечка, я тебя так люблю. Ты такая необыкновенная. Прости, что я тебе не сказала. Мы ее завернули, это письмо, да? Пошли на могилу. Это, конечно, может быть смешно, покажется, да? Мы воткнули эту трубочку в могилку, да? И поверьте, не верьте, все это все эти истории, вот эти спадания фотографий, они прекратились. Она спала спать хорошо. Вот мистика какая-то присутствует, вот ты такие вещи-то запоминаешь. Понимаете? Ты это запоминаешь. И они остаются навсегда. Вот эта Юлька, их много таких рассказов, их много. Я могу рассказать еще одну девушке, которая научила меня жить. Мне вообще пациенты многому учили, очень многому учили. Когда мне было очень плохо в жизни, когда у меня, ну, за три месяца умерли самые лучшие люди в моей жизни, да? То есть я хожу на работу, я вообще жить не хочу. Я просто хожу как зомби, так чупу-чупу-чупу-чупу, да? Только чтобы не сдохнуть, я бы так сказала. А что сдохнуть? У меня еще ребенок один. И прихожу к девочке на визит. И такое, ну, стояние такое, знаете, кажется, под седатиками. Ну, я пью, ну, не седатик, конечно, антидепрессанты я пила. Такая ровная, спокойная. Вот, разговариваю с девочкой. А девочка тетропорез. Тетропорез. То есть руки, ноги полностью парализованы, но голова умнейшая. На стихе я писала, мама записывала. Ира ее звали. Вот. Ира смотрит на меня так и говорит, Боже, Анна Георгиевна, вы такая счастливая. В этот момент я хотела ее задушить. Ну, понимаете, вот просто задушить. А потом я так подышала. Я говорю, Ира, почему я счастливая? Говорит, вы же ложкой суп есть можете? Я вообще сначала, честно говоря, обалдела. Я решила, что у нее с головой что-то. А потом вообще ничего не поняла. А потом иду домой, и вдруг я понимаю, что я иду, вот шаг правый, шаг левый, шаг правый, шаг левый. Я не думаю. Я просто, мои ноги идут. Я правда могу и с ложкой шаг. И я, после смерти моей дочери, моей мамы, еще прошло, наверное, месяц, я иду, думаю, я ведь счастливая, бляха-буха. Я ведь счастливая. Потому что я могу шевелиться, я могу что-то делать в этой жизни. Я правда счастливая. То есть я хочу сказать, дети, они очень мужественные. И они иногда своим мужеством... Я понимаю родителей, которые говорят, когда на вопрос, к чему черпать эти силы, они отвечают в детях. Я это могу понять. Дети очень сильные в этом плане. Мы их иногда не видим, но неправда надо очень сильным. Вообще мало кто из моих знакомых, когда я пришла в хоспис, вообще я как-то встретила свою учительницу по истории, Анна Ивановна такая. Она говорит, Анечка, ты хоспис для меня, ну, непонятно, потому что ты была очень жизнолюбивая девочка такая, да? А я и стала жизнолюбивая. Я вот после работы в хосписе, в работе вот в этом палеоактиве, я прекрасно понимаю, как хороша жизнь. Как надо ценить эту жизнь. Правда ценить. И быть несчастливой в этой жизни, да, я могу быть несчастливой сейчас, но завтра я буду обязательно счастливой. То есть эта жизнь учит меня, я вспыльчивый человек. Ну, Лев, что вы хотите, да? Я могу порать, покричать. Я могу сказать, я это все в жизни плохо, сейчас все. А потом есть, ну, я все-таки потом закончила психотерапию. Я умею успокаиваться. И вот маленький пример. Я каждый год делаю завещание, так называемое, пишу. Я не пишу завещание, вот типа как завещает дом, квартира, у меня одна дочка, естественно, все останется мужу или дочке. Вопросов нет. А правда некоторые вещи я передаю хоспису. Это есть такое. У меня все записано давно, уже давным-давно. А завещание это вот я такое пишу себе, вот такое. Ну, я не буду сейчас говорить его, но в этом завещании входит такой тест. Берется лист А4. Кстати, всем советую. Пусть чистый. Вот. И на одном ты пишешь плюсик. И ты начинаешь думать, что в этой жизни случилось. И вот неважно, что у тебя в этом году кто-то умер, тебя бросили, что-то случилось. Напиши плюс. Долго думай, напиши плюс, начни свою жизнь с плюса, вот с перечисления. Я в этом году сидела, наверное, три дня. Я решила, что жизнь была очень тяжелый год. Очень тяжелый. Я думала, плохой год, ужасный год. Нету плюсов. День нету, второй нет. Потом я вспомнила. Я пишу один плюс. О, съездила в Калининград. Ой, я забыла. Мы почему-то хорошо запомнили обиды, помним некоторые, а не помним хорошие вещи. А, я съездила в Питер. Я съездила в Питер на остров Орешек. В эту самую. И у меня получилось много плюсов. И когда у меня было шесть, я пришла к минусам. А у меня их нет. У меня, в принципе, нету того, чего я записала. Я сижу и думаю, опа-на, а год-то был хороший. Чего-то я так ныла. Меня научила работа в хосписе не ныть. Вот что она меня научила. Или останавливаться. Ну, поныть так все хотят. Ну, мы же все любим поныть. Но я научилась останавливаться. И научила меня, знаете, еще одной вещи? Держать, как англичане говорят, то есть держать границы. То есть я, когда первые годы работала, я вообще, значит, кто на песчаной карьере? Я. Кто туда? Я. Я всем пыталась помогать. Ночью вперед из песни. Я брала такси и ехала. Сейчас нет. Я за системный подход. Я за свои границы. Я умею говорить нет. Я научилась говорить нет. Сначала научилась говорить да, теперь научилась говорить нет. И причем нет без того, что типа, простите, пожалуйста, ну нет. Нет, потому что нет.